Здравствуйте, это Алия Аблухаир. Согласно основного закона Республики Казахстан Конституции, в статье 3 единственным источником государственной власти является народ. А что мы имеем по факту? По факту мы видим, как народ стал изгоем, рабом на своей родной земле. Сейчас под соусом карантина власть имущие устроили войну против граждан Казахстана. Теперь не обязательно быть гражданским активистом, чтобы власти нарушали все твои права и обращались с тобой по-бандитски. Ты должен быть бедным, безработным и достаточно просто попросить помощи от государства. Был бы человек, статья найдется. Ахмеджанов Нуркен Алимжанович, простой таксист из Карагандинской области, 9 числа был обвинен в нарушении режима чрезвычайного положения за элементарную просьбу помощи от государства. Прокурор просил 15 суток для гражданина Казахстана Ахмеджанова Нуркена. Суд вынес приговор в виде штрафа 27 800 тенге. А теперь его хотят закрыть положенным обвинением, будто Ахмеджанов Нуркен в тот день, 9 числа, ездил на блокпост и незаконно провозил людей. Я Ахмеджанов Нуркен Алимжанович, простой таксист из Шахтинска города, из Карагандинской области. Они меня судили в тот день, якобы за нарушение режима карантина. Прокурор просил 15 суток, но у судьи, видать, какие-то человеческие качества остались, он меня оштрафовал на 27 800. Сейчас я вот только проснулся, звонит участковый и говорит, вы извините, вот сейчас придете в опорный пункт, там нам приказали по-любому вас закрыть. Теперь они придумали то, что я в тот день ездил на блокпост проверять. Получается, как будто вот страна борется не с коронавирусом, а с человеком простым. Вот я не оппозиционер, но теперь я оппозиционер, потому что страна борется с нами, она забирает у нас последние за то, что мы просто хотим кушать, а она нас в тюрьму. Сейчас меня закроют, я знаю, что закроют нам 15 суток, я не боюсь, у меня хорошее здоровье, если я не вернусь, значит они что-то там постарались. Делайте выводы, страна, которая уничтожает свой народ, власть, которая борется со своим народом за то, что он просто хочет кушать. Где правда в нашей стране? Задумайтесь. Моему сыну отказали в 42 500 тенге, потому что он якобы не потерял работу в связи с чрезвычайным положением, но так как состоит на учете на бирже труда на числе 2 МРП или 5 556 тенге. Мол, вы же и так раньше выживали без работы и сейчас как-нибудь проживете, и это при том, что никто не может выйти из дома в поисках работы. Значит человек, потерявший работу из-за чрезвычайного положения, обеспечивается питанием на 42 500 тенге, а безработный должен выжить на 5 556 тенге. Это ли не геноцид народа? С момента внезапной гибели в СИЗО 25 февраля 2020 года блогер и активиста Дулата Агадил прошло почти 2 месяца. Независимое международное расследование политического убийства Агадила требовали сотни казахстанцев. До окончания расследования уголовного дела по факту внезапной гибели Агадила в СИЗО президент страны Касамжамар Тукаев сказал публично, что активист умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Такие действия являются фактом прямого давления на следственные органы. Что же известно нам на сегодня? В деле со стороны семьи и соратников участвуют два адвоката – Баужан Азанов и Айман Умарова. От каждого из адвокатов правозащитникам нет возможности получить информацию, а значит и представить ее международным партнером США и ЕС, Великобритании, депутатам Бельгии, которые обратились к Казахстану с призывом провести независимое расследование. Последнее сообщение Азанова о деле Агадил 20 марта 2020 года. На многочисленные просьбы сообщить об информации, на какой стадии дела, или же сделать запросы, получить материалы дела – нет ответа. Еще хуже обстоит ситуация с адвокатом Айман Умаровой, которая известна своей лояльностью к Тукаеву. 13 апреля 2020 года Умарова публично сказала, что подписала расписку о неразглашении по делу о гибели активиста Агадил. Более того, на вопросы граждан Казахстана, на каком этапе находится расследование, когда будет суд, когда и какие были поданы апелляции, Айман Умарова отвечает следующим вопросом – «Вы кто?» Вы понимаете, с нами нисколько не церемонится. Убили человека, и мы все видели фотографии истерзанного тела Дулата, и никто не собирается проводить справедливые расследования. Вопросы народа, как всегда, можно игнорировать. Будем мы еще отчитываться перед вами за убийство, когда сажаем в тюрьмы за элементарные просьбы о помощи от государства. Стойте-ка вы и дальше в своем родном стойле. Мы своим молчанием помогаем совершать этот беспредел, своим равнодушием участвуем в этой жестокой действительности и имеем этот чудовищный итог – деградировавшее образование, уничтоженную медицину, коррупцию, которой пронизана вся наша жизнь. Эту несменяемую власть позволяем помыкать с собой, втаптывать себя в грязь, позволяем этим монстрам, узурпировавшим власть, называть себя скотом, уродами. Мы – народ и есть власть, и мы должны спрашивать с них все. Мы требуем справедливого расследования гибели Дулата Агадил. Мы не забудем и не простим его смерти. Хош бол, Булат Агадил, кінді жұтпаған дала бұл. Алтылың қалдау артыңда алаш деп кеткен адалыл, Арыстанның өлгені шибірге жаңа жыл. Хадырыңе жет алмай, қабырың өсті қара күл. Озып барады Астана, тозып барады Караул. Бәрде жауап береді құдайға ханмен қара бір. қазақтың жасын төкіндер, тозақтың өтін жалагыр. Казахская интеллигенция тем временем занята петициями в поддержку казахского языка. Под открытым письмом президенту Касымжымарту Тукаеву подписалось уже более 700 человек. Им не до общества. Решают самые первоочередные задачи. Остальное все решили. Кого убили, кого преследуют, если у народа вообще элементарно деньги на еду, об этом говорить оставили нам с вами. Всех поддержавших мой канал хочу поблагодарить от всего сердца. Это видео появилось благодаря вам. Это ваш вклад в развитие демократии в Казахстане. Я говорю от имени вас всех спасибо за доверие. Баршамзды мұбарак рамазан айның келіумен шыншы жіктін күттаймын. Уразадан уразаға аман въясын жеті верік. С вами была Алия Аблухаир. Берегите себя, родных и близких. Слушайте наши эфиры в Телеграм. Мы уже перешагнули за 130 тысяч. Поздравляю всех. Нас будут миллионы. Мы вместе, и мы сила. Күш барліктен. Всем привет. Я хотел сообщить, что от моего имени открыли страницу в ВК и Инстаграме уже как месяц. И там пишут от моего имени моим ученикам, друзьям. Я думаю, это делает Комитет национальной безопасности. Хотел, чтобы вы знали. Я об этом уже сообщил полиции месяц назад, но никаких ответов нет. Поэтому я хотел, чтобы вы просто знали об этом. Спасибо за внимание.